МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Мазары открылась 12-я республиканская выстава «Кермаш» – «Полесская скарбница». И больше подробно об этом не только. Гомсельмаш и замежная приватная компания створит суместное предприемство по сборце зернеуборочных комбайнов в индийском штате Раджастан. Баки уже подписали меморандум об объединении. Новое предприемство отримает назву «Гомсельмаш Индия». Сгодность бизнес-планом, выпуск комбайнов аменовита бюджетной модели КЗС-575 почнется в 2018 году. По разликах специалистов, что годовая потреба Индии у такой техницы складает около 4000 одинок. И тому у суместного предприемства иснуют добрые перспективы и макчимости для развития. Демонстрация самых новых узоров продукции предприемства в пошук потенциальных деловых партнеров в умоцевании межрегионального экономичного супрациониста. В рамках экономичного форума у Мазыры произошло урочистое открытие 12-й республиканской выставы Кермашу «Полесская скарбница». А маль 60 предприемств заявили про свое ожидание поудельничать у 12-й республиканской выставе Кермаши «Полесская скарбница». Максимальная колькость экспонентов за всю историю. Выстава уже давно стала агульным гандлевым брендом региона. Это наглядная презентация продукции, а разом с тем и экономичного потенциалу. Радует, что растет масштаб этой выставки. Выставка республиканская. И в перспективе нам бы очень хотелось видеть эту выставку как презентацию потенциала вообще Полесского региона, который мы считаем представлен именно очень хорошо предприятиями Мозырского района. Молочная и хлебобулочная продукция, легкая промысловость, машинобудование и древоопрацовка. Тематика выставы немае обмежевания, ассортимент вельми широкий. Мозырский домобудовничий комбинат, дякуючий реализации инвестиционного проекта при финансовой держпотримцы, на теперешней выставе с гонором демонструя свою продукцию. Главная наша задача состоит в том, чтобы начать активный сбыт нашей продукции. Это в первую очередь, как вы видите, это в первую очередь сбыт нашей плиты, которая идет как утеплитель, как шумогаситель. Это очень доброкачественная плита инвестиционного древесного волокна. У выставе берутся удел як гиганты районной промысловости, так и бизнесмены. Мозырская вытворчивость разностаточных комбинах выработок компании Анлюма уже давно ведома за межами региона, дякуючи оригинальному дизайну и оптимальным соотносинам – кошт, якость. Нам освоен выпуск элементов холодной и горячей ковки, которые используются для создания художественных изделий из металла. Это и беседки, и ворота, и калитки. То есть продукт очень доступный, собирачь очень просто. Все это выглядит примерно как конструктор. То есть сложного абсолютно ничего нет. По деньгам очень бюджетно получается. И намного дешевле, чем покупать готовые изделия. Основная мета Полесской скарбницы – это дать махчимость вытворцам продемонстровать наинавшие узоры своей продукции и знайсти новых деловых партнеров. Такого роду знакомства и дальнейшее сябровство дозволяют поширать географию региональной экономики. Виктория Синицкая, Олег Фиснер. Специально для телерадиокомпании «Гомель». Культура с доставкой на дом. Как на Гомельщине працуют мобильные установы культуры. Это пытание стало першочарговым на коллегии Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молодцы гомельского облывы канкама. Она пройшла в выездном формате на Лоевской земле. Там побывали и наши корреспонденты. У маленьких везках, где библиотеки, зникли больше за 30 годов. Тому книгу чекают не меньше, чем аутолавку типа штальона. Так, у везку Синск на Лоевщине библиобуз приезжает раз в месяц при любом раскладе и в любое надворье, не глядячи на то, что читачоу усяго 19 человек. У салоне машины соправдная мини-библиотека, стеллажи, формуляры и два библиотекары. На выбор усю, от периодики и фантастики до классики. Опыт на библиобузы видовочный, некоторые читачи берут одразу по 20 книг. Половину сдавать пришел, половину набрал. Конечно, хорошо, что приезжают. Надо, чтобы приезжали. Потому что читать иногда хочется, конечно. Берем книги, журналы берем. Все-таки же интересно, что делается в мире и все. Уперший рейс Лоевский библиобуз вышел 6 годов тому. Починал с 5 маршрутов. Сегодня их в два раза больше. Выдачу книг совместили с концертами артистов из районного центра. В складе автоклубов и библиобусов так само стали выезжать письменники, ветераны и представники райвы канкама. Зараз библиобуз обслуговывает 44 везки. А это больше за 700 читачов. За день поспевают объездить до 8 населенных пунктов и выдать до полтысячи книг. Наш библиобуз укомплектован не только книгами, не только газетами, журналами. Он является мультимедийным центром. Мы специально для этих услуг закупили ноутбук. Мы берем с собой сканер, мы берем с собой маленький принтер. Если раньше мы приезжали в какой-то населенный пункт и нам нужна ксерокопия, это нужно было ждать месяц. Сейчас это все на месте. За станучим опытом Лоюшчин из всей области приехали героники библиотек и установку культуры, которые стали удельниками выездной у коллеги Головного управления идеологичной работы культуры и по справах молодых облаканкама. На ее охучили и за прошлый год в регионе зачинились 15 стационарных библиотек. Причины оттук читачов на везце. Функционование установ на местах стало экономично нематозгодно. Библиобуз же не потребует выдатков на аренду и утримание по мешканне. При этом машина едена вот туда, где читачов можно перелечить по пальцах одной руки. У нас хорошо работает и Житковичский район, Рогачевский район. Библиобусов у нас в области 14, это 83% покрытия нашего региона и 21 автоклуб работает. Библиобусы охопливают абсолютно все населенные пункты Деньяма стационарных библиотек. Зараз стоит пытание по ширине деятельности таких пересомных установ, кабьяны могли привозить вязковому насильниству и иншие виды послуг. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, отеля Радо, компания «Гомель», Луиский район. Свой электронный медицинский кабинет у перспективе з'явится у кожного пациента в Беларуси. Технология электронного рецепта, якая зараз укороняется у медицинских установах Беларуси, станет основой для створения одинной информационной системы оховы здоровья. Уже сёння многие поликлиники выкаристовывают электронные медицинские карты. Это позволяет проводить консультации пациентов в отдаленном режиме. Аптеки Гомельской области начали продавать наборы экспресс-анализу, ведь снят по слене человека. Мульти-тест можно выкаристовывать без допомоги урача самостоятельно. При этом выник будет вядомый достатковая худка про 15 минут. Экспресс-тест по слене – самый простый способ проверить себя и до того же достатковый, как в случае необходимости вернуться за допомогой до специалистов. По опошнях дадзиных у Гомельской области с диагнозом «Вич снят» проживает 6 960 человек. На самой же справе инфицированных людей реально больше. Як показывает статистика, Вич инфекция серо-жихоров в области опошним часом у сё частей передается половым шляхом. Коли описывать середнестатистичного Вич становчага, то это довольно поспяховый семейный человек во взросле 35-ти крыху больше за 40 годов, як мужчинского, так и жаночага полу. Миновата сирот гэтай узростовой категории выявляются новые выпадки заражения. Однако у зоне рызыки люди усіх узростов и социальной приналежности. Тест наборы белорусской вытворчасти, якие почали реализовывать аптеки в области, эффективный и самый простый способ проверки уласного Вич статусу. При наявности становчага выника, медики раець обовязково звернуться у стационарные центры анонимного обследования. Фотовыстава «Городские замалевки» открылась у музея фотографии областного центра. Наведвальники экспозиции смогут убачить знайомое место Гомеля с нечеканных ракурсов, якие знайшли фотографы. Выстава «Городские замалевки» присвечена юбилею первого упоминания Гомеля у летописных крыницах. Их это одно со шматликих мероприемств, якие у юбилейный год проводят музей истории города Гомеля и его филиал – музей фотографии. У экспозицию вайшло 30 работ аутра фото-клуба «Максимус», якие дейничая при музее фотографии. Сирот их – маляуничая пейзажи городского парка, историчные слабутости, широкие проспекты, тихие вулочки и иншие кутки Гомеля. У каждого заутра в образ города отрымался свое саблевым, але во всех работах он поустает сапраудным и вельми живым. Проставленные фотографии з'являются справоздачей членов клуба в своей деятельности за минулый год. У початку лепеня фото-клубу «Максимус» исполняется год. Он объединяет профессионалов и аматоров, захопленных творчостью в разных жанрах фотографии. Многие с фотомастакоза в этот час смогли поудельничать в шматликих выставах и творчих объединениях, в тем лику республиканского и международного узроуня. Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорту вас познайомить мой коллега Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин